Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Да восхвалят Тебя народы все! Вот сегодня мы входим в число этих прославляющих нашего Спасителя народов. Давайте мы помолимся в начале служения, попросим благословения на это праздничное собрание. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что Ты даешь сердцу торжество и радость в этот день, что мы радуемся воскресении Сына Твоего, которого Ты воскресил силой Твоею. Мы благодарим Тебя, что Он воскрес для того, чтобы оправдать нас, Господь, чтобы представить нас перед Тобой чистыми и освященными кровью Сына Твоего. Благодарим Тебя, что мы радуемся, радуемся со всяким человеком, кто исповедует Тебя своим Спасителем. Благодарю, что мы можем радоваться и с большими и малыми, и с великими, Господи, и с бедными и простыми. И сегодня весь народ Твой собрался поклониться Тебе и воздать хвалу за дар спасения. Мы также благодарим, что двери Дома молитвы нашего открыты, Господь, и сердца наши открыты. И мы желаем, чтобы Дух Твой Святой посетил, прошел по каждому сердцу и сказал нам то, что потребно, то, что нужно нам знать, понимать и исполнять. Благослови все это служение, Господь. Благослови даже других наших братьев, гостей, участвующих в служении. Хор благослови, музыкантов благослови, регентов. Пусть все соединится в единой хвале поклонения Тебе. Мы также просим, чтобы благословение распространилось за стены нашего молитвенного дома, на город, в котором Ты поселил нас. Благослови, Господь, распространи эту благую вещь, чтобы еще многие могли узнать о Тебе и принять Тебя в сердце. Мы просим, благослови сейчас тех, кто не может с нами быть на этом приятном общении по болезни, кто в дороге находится, в переживаниях, посети и пошли в Твое божественное утешение. Господь, прославься в этом собрании великом, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем петь вместе гимн «Христос воскрес». Сын и Святой Дух. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И пусть Господь поможет некогда всем нам вместе иметь ту чудную встречу там на облаках вместе с нашим Спасителем Иисусом Христом. Я рад и благодарен, что сегодня могу посетить вашу церковь. Мы очень часто имеем общение посредством связи. И я благодарю братьев, которые делают эту работу. Это тоже нас ободряет и вдохновляет. Но все же больше всего нас как верующих людей, как верующих детей Божьих вдохновляет Его Слово, которое нам оставлено. И я сегодня хочу очень коротко поделиться некоторыми истинами и Слова Божьего. Поэтому давайте откроем место Священного Писания, которое записано во втором послании апостола Петра, третья глава, прочитаем с 10 стиха. Я глубоко убежден, что вы знаете эти истины, но, как говорит апостол Петр, напоминанием возбуждаю чистый смысл христианской жизни и хотел бы, чтобы мы открыли наше сердце для Божьего Слова, чтобы оно совершало действия в нашей жизни. Читаем с 10 стиха 3 главы 2 послания апостола Петра. Петр говорит, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, в которой распламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Аминь до сего места, Слово Господне. И я хотел бы, чтобы наши сердца были открыты для этих истин, которые говорит нам Господь через Его Святое Слово. Древняя мудрость говорит, что в жизни есть три самые трудные вещи, которые для человека очень тяжело исполнить. Первое – это забыть обиду, и это действительно так. Я встречал людей, которые 50 лет помнили обиду, которую им кто-то сделал в юности. Второе – сохранить тайну. Нам это нелегко удается, и, как правило, мы какими-то новостями, какими-то тайнами спешим с кем-то поделиться. И третье – правильно использовать время. Господь дал нам вот это прекрасное благословенное время. И сегодня мы имеем эти прекрасные возможности для того, чтобы приготовиться к этой встрече. Мы сегодня празднуем, вспоминаем эту великую победу, которую совершил Иисус Христос, воскрес из мертвых, одержав эту победу над адом, над смертью. И мы радуемся, потому что в точности это произошло по Писанию, как говорит и апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 главе. В точности все исполнилось по Писанию. Как Господь сказал в Его Святом Слове через пророков, это исполнилось. Друзья дорогие, но для нас сегодня вместе с тем, что мы празднуем эту величайшую победу, очень важно, как мы предстанем, когда исполнится Писание, когда Христос придет второй раз, и Слово Божие говорит, Он уже придет не для того, чтобы страдать. Он уже придет не для того, чтобы умирать, но Он явится для того, чтобы взять ожидающих чистотей и святости своего Господа. И апостол Петр говорит, возлюбленные, ожидая это, вы постарайтесь, приложите все старания, чтобы явиться в этот день, чтобы предстать перед Ним, когда Он придет неоскверненными и непорочными. Второе пришествие Иисуса Христа – это центральная тема Евангелия. И если мы внимательно посмотрим, то только в Новом Завете около 250 раз говорится о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Я понимаю, что если Бог говорит один раз, это очень важно, но насколько это важно, прежде всего, для меня и для каждого из нас, если Бог говорит 250 раз на страницах Евангелия о Своем пришествии. И когда мы посмотрим встречи, беседы, проповеди Иисуса Христа, когда Он жил на этой земле, мы увидим, что Он неоднократно говорит о том, какими мы должны быть и какими Он хочет нас видеть в тот день, когда Он придет за возлюбленной Церковью Своей. Я хотел бы напомнить только два стиха, где Христос говорит как раз о Его втором пришествии и какими Он желает видеть нас. Потому что я не вижу более важной задачи для себя, да и думаю, что каждый из вас, как быть готовым к этой встрече, о которой никто не знает, когда она произойдет, может быть, для кого-то и сегодня. Мы не знаем, когда это будет, но наша задача быть готовыми, чтобы мы могли предстать неоскверненными и непорочными, что очень нелегко в последнее время, когда мы живем среди греха в этом окружающем мире, среди искушений и соблазнов. Иисус Христос в Евангелии от Луки в 12 главе, я прочитаю только два стиха, 35 и 36, говорит, «Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит тотчас отворить ему». Вот что говорит Иисус Христос о нас, ожидающих, и какими Он хочет видеть нас в тот момент, когда Он придет за Церковью Своей. И когда мы читаем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, стих 14, то Он говорит, чтобы мы могли припоясаться истиной, а Христос говорит, истина – это Его Слово. И очень важно, чтобы мы были в нашей жизни припоясаны этой истиной. Когда Христос говорил эти слова, то там, на Дальнем Востоке, человек, как правило, припоясывался в трех случаях, или обязательно припоясывался в трех случаях. Это когда он выходил на работу, труд был физический, и мы знаем, что для того, чтобы не надорваться, нужно было припоясываться. Второе – когда человек шел в сражение, да и сегодня практически атрибут во всех армиях мира – это поясы, которым воин припоясан. И третье – когда он отправлялся в путь. Припоясанный человек – это человек-труженик, это человек, который занят делом. И когда Христос говорит, что «да будут через слава ваши припоясаны», Он желает, чтобы мы могли совершать труд и служение, чтобы мы могли трудиться для славы нашего Господа. Не припоясанный человек, он не может быть успешным в работе, в труде. И когда Христос говорит Евангелие от Матфея в 20 главе, притчу о людях, которых Он призвал в свой виноградник, мы понимаем, что Он прежде всего призвал в свой виноградник для того, чтобы они могли трудиться. Господь желает, чтобы, особенно в последнее время, мы могли трудиться в Его винограднике, совершая труд и служение. Мы верим, и так нас учит Слово Божие, что Господь дал хоть один талант каждому человеку, и этот талант мы должны употребить для славы Божьей. Тогда, когда в другой притче Христос говорит о талантах, когда человек не употребил, то есть он не трудился для Господа и не использовал этот талант, он услышал страшный приговор. И сегодня это напоминает мне. Господь желает видеть день пришествия каждого из нас, совершающим служение, совершающим труд для славы Господа. Друзья дорогие, Господь призвал нас в виноградник не только для того, чтобы мы могли кушать ягоды. Очень хорошо и прекрасно, когда такой прекрасный хор в церкви, как ваши, когда есть музыкальные группы, когда такое прекрасное слово звучит. Это все хорошо и правильно, хорошо, когда в церкви нас заботятся, уделяют внимание и заботу, но мы призваны в церковь, призваны в виноградник для того, чтобы совершать труд. Для того, чтобы трудиться для Господа. И пусть Господь поможет нам в это последнее время, чтобы каждый из нас был тружеником на Неве Его, чтобы мы могли совершать это служение, и, исполнивши то, что желает Господь в нашей жизни, мы могли удостоиться встречи с Ним. Второе. Мы сказали, что человек припоясывался тогда, когда он выходил на сражение. Воин всегда был припоясан, и как необходимо нам, сегодня живя в этом мире, среди искушений и соблазнов, и Слово Божие говорит, что в последнее время апостол Петр говорит об этом, враг душ человеческих, дьявол, будет ходить, как рыкающий лев, чтобы поглотить, если возможно, даже с избранных. И если мы не припоясаны истинной Слова Божьего, друзья дорогие, мы не устоим. Для нас величайший пример – сам Господь Иисус Христос. Когда Он был введен для искушения там в пустыне, Он все нападки дьявола отражал Словом Божьим. Поэтому так важно нам в нашей жизни знать и исполнять, жить по этим истинам Слова Божьего, для того, чтобы отражать все нападки дьявола. Бог в века сего, друзья дорогие, в последнее время ополчился, особенно против истины Божьей, и различными путями, различными методами и средствами уводит христиан от истины Слова Божьего. Для нас, особенно в последнее время, как никогда очень важно, чтобы мы могли припоясаться этой истинной Слова Божьего и ни вправо, ни влево не отступать, чтобы быть благоуспешными в нашем служении, в нашем труде, в нашем пути следования за нашим Господом. Пусть Господь благословит и поможет, чтобы, идя за нашим Господом, мы как воины Христовы, потому что христианство на протяжении всей своей истории вело эту борьбу с грехом, борьбу с силами зловы поднебесной. И пусть Господь поможет, чтобы мы могли остаться верными и отражать все нападки дьявола, хранить в себя чистоте и святости, чтобы явиться в тот момент, когда придет за нами наш Спаситель Иисус Христос, не оскверненными. Третье. Когда человек отправлялся в путь. И очень прекрасным прообразом для нас является выход народа Божьего из Египта в землю обетованную. И я прочитаю только один стих, где Господь через Моисея дает повеление народу израильскому, что они должны сделать перед тем, как выйти в этот непростой, сложный, нелегкий путь в землю обетованную. Я читаю только одиннадцатый стих, двенадцатой главы книги Исход. Бог говорит через Моисея народу израильскому, «Ешьте же ее так, то есть Пасху перед выходом народа израильского из Египта, пусть будут чресла ваши припоясаны, оба ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте ее с поспешностью, это Пасха Господня». Пусть чресла ваши будут припоясаны, это чудесные прообразы выхода Церкви из этого мира навстречу грядущему, для того, чтобы мы могли встретить Его. И Христос сегодня призывает нас и говорит, чтобы мы могли бодрствовать и трезвиться в нашей жизни, быть очень внимательными, чтобы во всем быть верными Его Слову, которое Он оставил. Братья и сестры, друзья, дорогие, в последнее время, как никогда, дьявол ставит препятствия на пути христианина в небо. В Него есть сомны служителей, которые различными путями искушают, соблазняют людей, чтобы мы только не придерживались этой истины, истины Слова Божьего. Но для того, чтобы мы могли встретить Иисуса Христа, Сам Христос сказал, что да будут чресла ваши припоясаны, припоясаны этой истиной. И если мы не будем припоясаны этой истиной, мы не сможем дойти до той чудной встречи, которая ожидает Церковь Господа Иисуса Христа, которая ожидает тех, которые хранят истину в своей жизни. Пусть Господь благословит и поможет. И последнее мы прочитали, Христос сказал, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Мы знаем даже из Библии, что брак на Востоке – это дело было непредсказуемым. Брак мог длиться и два дня, и три дня, и неделю, и месяцы. И даже гости, которые приходили на брачный пир, они не всегда знали, сколько будет длиться этот брачный пир. Тем более слуги, которые остались дома, и хозяин мог возвратиться через три дня или через неделю. И задача слуг была в том, чтобы быть готовым, когда возвратится господин с брака. Это было утром или вечером, это было днем или среди ночи. Но задача слуг была в том, чтобы быть готовым к этой встрече, чтобы встретить господина своего, который возвращается с брака. Псалмопевец Давид в 129-м псалме говорит такую прекрасную истину, стих 6. «Стой! Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра». Вот такого состояния я искренне желаю себе и каждому из нас, чтобы мы ожидали Господа более, нежели стражи утра. И тогда, когда возвратится господин, мы читаем дальше, слово Божие говорит «блажены рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно, говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Я думаю, что это уже картина той чудной встречи, которая будет там в небе. Я ничего подобного не читал, тем более не видел, чтобы господин, возвратившись, стал служить своим слугам. Но, друзья, дорогие, какая радостная встреча, ожидая там ангелы, которые служат Господу Иисусу Христу, они будут служить церкви. И мы поем, возможно, и вы поете, это пасхальные пини, где есть такие слова «Какая честь и царственное звание нам во Христе на небе суждено». Господь приготовил эту прекрасную вечность. И пусть поможет нам, чтобы мы воистину были припоясаны этой истинной Слова Божьего, могли совершать труд и служение для Господа, могли постоянно вести эту борьбу с искушениями, с облазнами. И невзирая, никакие трудности и препятствия, идти за нашим Господом, чтобы быть готовыми и там в вечности, когда соберемся все, из всех народов, из всех племен, и поклонимся, и прославим нашего Господа. Я так желаю этой встречи для себя и для каждого из вас. И там в вечности еще раз поклониться и прославить нашего Господа за Его великую победу, за Его смерть и за Его воскресение, за Его благословение и любовь, которую Он дает нам. Ему, возлюбившему нас, честь, слава и поклонение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитри 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дмитри 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 По векам и векам поминь. Солнце сверкает, луны свет сияет. 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 Аминь. Аминь. Христос воскрес. Короткие слова. Но сколько в них чудесного сокрыто. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. И не страшна мне смерть. Меня пленил Своею Он любовью. Христос воскрес. Надежду в сердце дал. Я верю, мы для вечности воскресли. Он нам защитой от смерти стал. Прославим Бога за спасение песней. Христос воскрес. Природа вся поет. Христос воскрес. Поет ручей прозрачный. Воистину воскрес. И снова Он грядет. Что пригласить на всех на праздник брачный. На призыв этот отзовись теперь. Скажи, воскресни, Боже, в моем сердце. Иди за Ним. Не сомневайся. Верь. И Он спасет тебя от вечной смерти. Настанет праздник. Праздник без конца. Придет уверенность. Что ты спасен от ада. Христос воскрес. В нем жизни полнота. И умирать теперь уж нам не надо. Христос воскрес. И будто в славный храм Весенняя природа превратилась. Воистину воскрес. Мы отвечаем вам. Возможность вечной жизни всем открыта. Аминь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И я ему говорю, «Дэниел, what's going on here?» Он посмотрел на меня с такой улыбкой и говорит, «Дэд, релакс, I'm happy». Я остолбенел, закрыл дверь и понял, у меня есть тема для проповеди. Будьте как дети. И сегодня мы поговорим об этом. Итак, братья и сестры, есть в Священном Писании места, которые внушают ужас. И это даже не те места, где говорится об аде. Это даже не то место, где написано об озере Огненном. Места, которые действительно внушают ужас лично моему сердцу, находятся в текстах, подобных этому, которые я прочитал сейчас. Давайте мы еще раз глянем на эти стихи. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. До этого был спор, кто будет больше в Царстве Небесном. Этот спор был между его учеников, между апостолами. Иисус, долго не говоря ничего, не проводя целую проповедь, учение об этом, он просто дает наглядный пример, берет ребенка, которых там было, наверное, очень много, дети любили Иисуса. И, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вы знаете, я привык говорить, и, наверное, мы знаем, кто не войдет в Царство Небесное. Мы знаем, что, допустим, в послании к Оринфянам есть целый перечень. Это блудники, убийцы, человека-хищники, злоречивые, пьяницы и так далее, и так далее. И там четко написано, таковы Царство Божие не наследуют. И мы знаем, что самые худшие из людей, самые большие грешники, люди, у которых послужной список грехов очень большой, мы знаем, что они не войдут в Царство Небесное. Но здесь Иисус говорит, что если мы не обратимся и не будем детьми, и не будем как дети, наша участь приравнивается к участи прелюбодеев, пьяниц, блудников, убийц, воров и так далее, и так далее. И кажется, ну, Господи, ну почему? Ну не может такого быть. Этот вор, этот еще какой-то бандит, этот беззаконник, этот нечестивец, и ты ставишь на один уровень, ставишь знак равно между этими людьми и теми людьми, которые не будут как дети? Интересно. Мне стало интересно. Я никогда не проповедовал на этот текст, никогда не проповедовал на эту тему, зная, что как бы это все знают, все слышали. Бесконечно раз мы говорим друг другу, будь как ребенок, и к тебе потянутся люди. Или что-то еще в этом роде. В мире люди, которые не знают Бога, тоже где-то говорят друг другу, будь как ребенок, и все будет хорошо. Или относись ко всему по-детски. Что вкладывают в этот смысл люди, я не знаю, но мне захотелось узнать для себя, если я не буду как ребенок, я буду беречься одного греха и второго, никто меня не уличит во зле, во лжи, в убийстве и так далее, в воровстве, но этого оказывается недостаточно, чтобы оказаться в вечности со Христом. Нужно еще быть каким-то другим. И когда я увидел своего парня среди этого смерча, среди этого хаоса, улыбающимся, и он счастливый, я подумал, а ведь если я нахожусь в центре событий каких-то, очень неприятных, если вокруг меня что-то валится, если вокруг меня хаос, если это буря и смерч, ураганы и землетрясения со мной происходят, то я не могу сказать в этот момент, я очень счастлив, я не могу сказать, что все хорошо, я не могу даже улыбаться в этот момент. Итак, в детях есть что-то такое, на что Иисус обращает внимание. В детях есть что-то такое, к чему можно учиться и что можно взять для себя. Сегодня моя тема «Будьте как дети» или «Семь необходимых детских качеств». Я постараюсь конспективно, коротко, сжато пройтись, потому что это очень и очень важная тема. Это проповедь о детях взрослым для нас, для каждого из нас. Я уверен, что каждый из нас, кто имеет детей в той или иной мере, смотря на их жизнь, на их поступки, на их реакцию, мы иногда говорим, действительно, нам этого не хватает. Давайте сегодня вспомним, что все мы были детьми. У всех у нас был этот период. Я не знаю, о каком возрастном периоде говорит Иисус. Дети бывают разные. Дети не всегда ангелы, и они могут совершать какие-то поступки плохие. Более того, апостол Павел говорит, что он оставил младенческое, он стал уже мужем. Более того, он говорит, что когда мы ссоримся, мы выясняем отношения, у нас есть обиды, мы ведем себя, как плотские христиане, и это он называет младенческим состоянием. Итак, если отбросим крайности, давайте посмотрим то, что есть в детях такое, чему действительно стоит поучиться, что взять для себя и спросить Господа. Господи, действительно, являюсь ли я перед Тобой, как ребенок малый? Есть ли у меня те качества, которые откроют вход в небеса, которые не затворят врата вечности, потому что я в своей жизни так и не стал тем ребенком, на которого ты указал своим апостолам. И первое, что мне нравится в детях, я совершенно отдаю себе отчет в том, что вы слышали эти качества. Они не новые для нас, просто освежить в нашей памяти. Первое, что я вижу, что ценное есть в детях, это вера в сказанные слова. Вера в слова. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Марка 10, 15. Братья и сестры, наверное, вы читаете детям Слово Божие. Есть у нас Библии в картинках, есть Библии упрощенные, чтобы буквально с роддома уже дети хоть как-то, как-то понимали. Их картинки такие красивые. И я уверен, что дети, они верят тому, что мы говорим. Для них не составляет абсолютно никакого труда поверить то, что кит проглотил Иону. Для них не составляет труда поверить, что море раступило, и что Бог сотворил и человека, и Вселенную за шесть дней. Они в это верят, и все чудеса, которых читаем в Библии, они воспринимают очень легко и просто. Иисус говорит, если вы не примете Царствие Божие как дитя, то вы не войдете в это Царствие. Обратите внимание, когда мы вырастаем, мы становимся где-то циниками, мы становимся очень недоверчивыми. У нас появляется фильтра, через который мы проводим всякую информацию. И приходит такое время, когда мы перестаем верить даже тому, что видят наши глаза и слышат наши очи. Мы подвергаем сомнению порой все, потому что нас не раз обманывали, мы разочаровывались. Или оказывалось, что информация, которую мы приняли изначально, совершенно неверна. И мы теряем веру, мы теряем веру, но в детях эта вера есть. Есть. Я помню, в детстве я очень любил читать сказки. В школьной библиотеке, по-моему, у меня осталось книги, чтобы я не брал. В городской библиотеке я шел и спрашивал, а есть какие-то сказки? Мне говорили, ну есть сказки, но уже других народов. Я все это брал и читал, и читал захлеб. И я всему этому верил. Вы знаете, у меня сейчас дома есть комплект, сборник сказок, русских сказок. Я недавно открыл, просто взял любой том, открыл и начал читать, и я улыбнулся. Я спросил себя, как можно было верить в это? Как можно было тратить часы, читая про это? Я верил этому. Братья и сестры, если мы теряем веру в Слово, а Бог с нами общается через Его Слово. У нас есть священное писание, книга Библия. И эта книга не изменяется с годами. Бог не взирает на то, что становится кто-то умнее, кто-то вырастает, поколение сменяется поколениями. Он не подстраивает свое Слово, сказанное однажды, под наши аппетиты, под наши умозаключения. Он требует от нас веры в это же Слово, так же, как Он требовал веры две тысячи лет назад. Когда мы читаем, что Петр говорит две тысячи лет назад, он говорит о Валааме и говорит, что Бессловесная ослица проговорила человеческим голосом и остановила безумие пророка. Петр верил в то, во что сегодня не верят разные богословы, во что не верят люди, что ослица проговорила человеческим голосом, с пророком поговорила. Петр в это верил. Иисус говорил об Ионе и говорил, что он был три дня и три ночи во чреве земли. Он верил в это, о Самсоне, в Аллахе и так далее. Все апостолы, христиане в то время, они верили в Слово Божие. И то, что там было написано, они принимали верою. Сегодня идет страшная атака на то, чтобы мы не верили словам. И источник этих атак разный. Допустим, атеизм нам всю жизнь говорил, что Библия – это сборник мифов. Что эта книга не стоит внимания, что просто люди должны опуститься до уровня темноты, отсутствия всякого познания и грамотности, чтобы принимать эту книгу всерьез. И нам была Библия для верующих и неверующих. Высмеивалась каждая страница. Подвергались сомнению и говорили с исторической точки зрения, эти факты не соответствуют. А с географической точки зрения не соответствуют. То есть биология не соответствует. Физика, астрономия, зоология – все против Библии. Они внушали нам это. И знаете, что самое легко отражать именно эти атаки, потому что следующий вид атак на нашу веру в Слово сказанное – это либеральное богословие. Был такой богослов Бультман в 20-м столетии, который просто посвятил свою жизнь. Как он говорил, надо Библию убрать все мифическое, убрать все сверхъестественное. И вы представляете, он говорит, как можно верить в чудеса, когда мы пользуемся электричеством, когда у нас есть самолеты, когда у нас есть какие-то продвижения в знании. Мы не можем больше верить в священное писание вот в той форме, в которой она описана. И он брал из Библии все чудесное, все сверхъестественное, все, что ум отказывался принимать, он это выкидывал и говорил, даже все чудеса священного писания, он говорил, они всего лишь иллюстрируют какую-то духовную истину. Но на самом деле такого не было. Ни насыщения пяти тысяч, ни воскресения Лазаря, ни воскресения Иисуса, ни порочного зачатия, не было ничего чудесного. Братья и сестры, и вот это богословие, которое и сегодня имеет наследников во многих семинариях, вырывая из священное писание, все то, что не входит в разум, в мозги человека, говорит, что они тоже христиане, это христианство, но ничего общего с христианством это не имеет. Посмотрите, что говорит священное писание. «Найдейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Притча 3, 5. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Сердцем веруют, полагайся не на разум твой. Мой разум отказывается верить, что ослица может говорить. Я видел о слове ослиц, ни одна из них не заговорила, ни один пес не заговорил по-человечески, ни одно животное не говорит, и эти попугаи, они тоже не говорят. Мой разум отказывается верить в то, что можно море остановить, и река остановится, и пройдут как посуху. Мой разум отказывается верить во многие вещи. Я просто не понимаю, как мог 4 дня пролежать лазарь в огробе, потом оттуда самостоятельно выйти. Но Писание знает это. Писание знает, что мой разум имеет предел. Я живу в трехмерном пространстве, я ограничен многими границами, поэтому Господь говорит, не полагайся на разум твой. Верь сердцем, потому что сердцем веруют к праведности, потому что сердце постигает Бога, не наш разум. И всякий человек, который относился к Библии только с позиции разума, он так и остался взрослым. Он не стал ребенком. А Господь говорит, если вы не примете Царство Небесное, как дитя. Вы знаете, братья и сестры, я недавно надел на себя костюм Деда Мороза. Я хотел, чтобы мой малый просто обрадовался. Он когда проснулся, я был в этом красном. Оно на меня не налазило, потому что все Деды Морозы какие-то худые пошли. Я там натянул на себя как мог, эту шляпу натянул, эту бороду еле-еле. Ну, в общем, когда мой малый увидел меня, у него глаза просто квадратные стали. Он взял за руку меня и чувствует, что это Папа. Но то, что он видит, это соответствует тому, что он знает о Дедах Морозах. И он меня называет то Папа, то Дед Мороз. Скажите, если перед вами сейчас какой-то Дед Мороз пройдет и встанет, вы будете сомневаться? Он Дед Мороз, настоящий, не настоящий. Мы стали взрослыми. Но в этом плане, когда мы говорим о вере в слова Божьи, братья и сестры, мы должны дать себе отчет в том, что атаки на веру нашу будут идти. И самая последняя атака, которую я сегодня вижу на слово Божие, когда некий лжеучитель, некий авторитет в кавычках говорит, унижая и обесценивая написанное слово и больше передвигает фокус веры в свой опыт, в свои чувства, в свои толкования, в свои сны, в свои видения, в свои откровения. И говорит, да, там написано, но Дух Святой мне открыл вот это, вот это. И целая толпа людей, как просто не овцы, а я бы назвал другим словом, внимают этому. Вместо того, чтобы открыть это слово и сказать, дорогой друг, брат, оно не соответствует то, что ты сейчас говоришь. Это просто чепуха, это ложь, это бред. И я не пойду за тобой. Братья и сестры, да будет милость Божья над нами, чтобы мы верили в слова Божьи, так, как верят дети. И поэтому Иисус сказал, если вы не станете такими, вы не зайдете, не войдете. Если я буду сомневаться в одной строчке, где гарантия, что и другая строчка тоже может быть, не может быть ложной. Если я буду сомневаться в одном чуде, почему я и должен верить другим чудесам? Библию либо нужно принимать сто процентов, либо выкинуть это на мусор, в гарбич, потому что эта книга не будет стоить абсолютно ничего. Если там хоть что-то есть ложное, если там есть что-то несоответствующее истине, мы должны быть честными по отношению к себе и не вырывать, что это вот это можно, вот это нельзя, в это я верю, а в то не верю. Бог нам не оставил никакого права. Либо я верю, и сердцем своим верю, и эта вера ведет к праведности, либо я сомневаюсь, и тогда я подобен морской волне, постоянно поднимаемой, развеиваемой, да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Второе, что мне нравится в детях, можно взять как пример, это отношение ко злу. Братья, не будьте дети умом, на злой будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. 1 Коринфянам 14,20. Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Иеремия 4,22. Зло окружает нас. Мир лежит во зле, но зло, братья и сестры, не существует без людей. Зло проявляется через человека, и мы вращаемся среди этого зла, мы соприкасаемся, и Священное Писание говорит на злое будьте младенцы. Другими словами, вы не можете планировать зло, вы не можете быть настолько коварными, чтобы готовить планы какие-то, кому-то навредить, кому-то причинить боль. Мы все можем сделать плохо, мы все можем ошибиться, и мы все можем кому-то причинить боль. Но если это является плодом осмысленных действий, если мое зло, которое я причиняю кому-либо, является результатом подготовки, результатом долгов нашего плана, и в конце концов я привожу это в действие, это страшное зло. Это страшное зло. И ни один ребенок не готовит эти козни, ни один ребенок не строит планы, как кого-то свергнуть, как кому-то сделать больно, как чье-то место занять. Это все неприсущее детям. Зло окружает нас, зло причиняет нам люди, и мы можем причинять. Но сохрани нас, Господь, чтобы мы не делали это со смыслом и с подготовкой. Пусть Бог поможет, чтобы мы козлу были младенцами. И поэтому мы говорим, дети легко прощают, дети способны повернуться, забыть и опять играть. Они не вынашивают себе эту обиду столько лет, чтобы потом из-за угла, сзади отомстить. Третье, что мне нравится в детях, это умение и способность подражанию. Я прочту два места из Священного Писания. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающие в храме и говорящих, «Осана сыну Давидову!» вознегодовали, и сказали Ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Матфея 21, 15, 16. Вы знаете, братья и сестры, это место читается на праздник, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Я сам раньше читал и думал, откуда эти дети появились в храме? И так красиво пели. Там не было регента, это не детский хор, это не было подготовленным выступлением детского хора. И вот они вместе восклицают, «Осана сыну Давидову!» И это слышат фарисеи, говорят Иисусу, «Ты слышишь, что они говорят?» А он говорит, «Да? Разве вы не читали, что это от Бога?» Священное Писание уже говорит, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Я думал, что это такое сверхъестественное, что это Бог дал, нескольким детям такое особое желание может быть одинаковые вещи говорить. А потом я увидел, как я плохо читаю Библию. Я прочитал опять эту главу, и когда мы читаем выше, там написано так, «Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал, «Осанна сыну Давидову благословен грядущего имя Господне». «Осанна вышних». Это написано в Матфея 21, 8, 9. А про детей написано в 15-16 стихах. Между ними, что произошло? Иисус вошел во храм и разогнал, вы помните, этих продавцов и так далее. И в этот момент, когда Иисус очищал храм, дети восклицали и говорили эти слова. Но дети выучили все это у взрослых. Буквально недавно взрослые говорили эти слова. И дети, услышав это, выучили, и теперь они самостоятельно говорят те же слова Иисусу. Детское умение подражать, желание копировать. Иногда дети надевают костюм, пиджак отцовский или туфли мамины. Это выглядит нелепо, но им так хочется быть похожим. Им так хочется быть взрослее, быстрее. И они пытаются нарядить себя, как взрослые. Они копируют нас. Тут учи, не учи, они копируют. Они делают то, что мы делаем. Я недавно увидел в своем ребенке его реакция, вот такая взрывная. Он повысил голос даже. Я его учил, воспитывал, ругал за что-то. И он так брыкался назад, не хотел принимать это. Я думаю, откуда у него повышение голоса? Потом в зеркало взглянул и понял, откуда у него это. Он не мог научиться а с других мест. Он видит меня, он слышит меня, он слышит и копирует это все. Братья и сестры, в детях есть способность подражать. «Посему умоляю вас», говорит апостол Павел, «подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4,16. Фессалоникийцам он говорит, «Вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Филиппийцам он говорит, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Вы знаете, я раньше думал, «Господи, ну я понимаю, кому подражать? Покажи мне одного. Покажи, дай мне авторитет какой-то, чтобы я сказал, вот там такой-то брат, такая-то сестра, я готов смотреть на его жизнь, на его слова, на его поведение и подражать ему. Куда я не смотрю, начиная с самого себя, у всех есть недостатки. Нету ангелов, нету совершенных. А Слово Божие говорит, подражайте. Подражайте тем, у кого вы видите это, то, что было у апостолов. Дело в том, что, как я получил ответ, дело в том, что я не могу подражать кому-то в 100%, нет таких людей. Но я могу подражать и брать пример у одного, одно, у другого, другое. Потому что мы все разные. И у каждого есть у нас плюсы и минусы. Так подражать мне надо не минусам, подражать этим плюсам надо. У одного брата есть какое-то преимущество, достоинство, зато в другом он слаб. Я не должен брать то, что слабость у него, я должен подражать то, что у него сильное от Бога есть. И когда мы можем так делать, это говорит о нашем состоянии, как ребенка. Потому что только гордый человек говорит, что он самодостаточен. Только высокомерный человек может сказать, что он ни у кого, ничему не хочет научиться. Он сам себе хозяин и господин, он ни в ком не нуждается. Это неправда. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся, если я не понимаю что-то, я должен видеть это, я должен посмотреть на кого-то и делать так же. Четвертое. Детская способность к ученичеству. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом 33, 12. Слушайте, дети, наставления Отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не заставляйте заповеди моей. Дети ходят в школу. И почему-то они с детства в школу, не с 30 лет мы отправляем кого-то в школу, а с самого раннего детства. Потому что пока мозги не затуманены, не заполнены, чем не нужно, пока все правильно работает, есть способность, и память работает, и все остальное прекрасно работает, можно, они могут впитывать этот мозг, как губка, она впитывает все. В этом возрасте мы легче всего поддаемся обучению. Но это обучение, Слово Божие говорит, что мы должны учиться постоянно. Учиться постоянно. Как только у человека прекращается желание постигать что-то новое, как только любознательность улетучивается, мы просто переходим, знаете, в такое состояние остановки. Дети постоянно учатся. Нравится или нет, но они приобретают знания почти ежедневно. Этому мы должны подражать. У кого мы учимся? Конечно, мы учимся у Христа. Вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинного Иисусе. Ефесянам 4, 21. Мы учимся от Слова Божия. Я написал им, написал для научения их. Все Писание богодухновенное и полезно для научения, говорит апостол Павел Тимофеев 3, 16. Мы учимся у Духа Святого, Который научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Иоанна 14, 26. И мы учимся, или, по крайней мере, должны друг у друга. Слово Христово довселяется вас обильно, со всякой премудростью. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» Колоссянам 3, 16. То есть у нас есть много возможностей учиться, только бы было это желание. Пятое. Детское послушание. «Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках». 1 Петра 1, 14, 15. «Исаак увидел, что Исаак благословил Якова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять в себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, «Не бери жены из дочерей ханаанских, и что Яков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию» в Бытие 28, 6, 7. Послушание – это качество детское. Я понимаю, что приходит возраст, когда дети начинают не слушаться, но именно когда они слушаются, они получают огромное благословение. Именно в их послушании заложена их безопасность, в их послушании заложен их, их комфорт заложен, их спокойствие, их мир, их покой и их жизнь в отцовском и родительском доме. Когда они переходят на уровень непослушания, непослушания, они обрекают себя на страдания. Тогда они не могут говорить, что я счастлив. Они не могут говорить, что все прекрасно, потому что непослушание ведет к проблемам. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Есть дети, которые слушаются. Если ты говоришь, что этого нельзя делать, они это не делают. Они себя оберегают. Если говоришь, что здесь огонь, нельзя трогать, и он не трогает, он не обожжется. Он освободит себя от лишних страданий. И потом, если он прикоснется к горячему, дал бы Господь нам, чтобы мы обладали этим детским послушанием, не выясняли с Богом отношения, не доказывали Ему, что Он не прав, а наши пути верны, а просто повиновались Ему. Предпоследнее, детская любовь и зависимость от родителей. Вы знаете, я не буду читать, но давайте мы вспомним историю блудного сына. Он ушел далеко от родителей, когда оказался у этих корыт, когда он оказался в банкротстве, он вспомнил кого? Он не вспомнил друзей своих, которые наверняка были. Он ничего другого не вспомнил. Он вспомнил дом своего отца. «Как вы сыны, то Бог послал сердца вашей Духа, сына своего вопиющего, а во отче». Вы знаете, дети бегут к родителям. У них нет сил постоять за себя. И если их обижают, они приходят к папе и маме. Я никогда не забуду случай из детства, когда был парень старше меня на 4 года. Он постоянно просил деньги на сигареты, или чтобы мы ходили, собирали бычки, как тогда называли, и давали ему. И мы все по улице боялись этого парня. Однажды у меня не было денег. Я сказал, что я не дам, у меня ничего нет. Но он побил меня. В этот момент, как я могу, на 4 года старше меня, здоровее меня, мне было лет 6, наверное, я большими слезами пришел домой. И папа, когда увидел, что я в слезах, он просто спросил, кто? И в этот момент он завел свою машину и поехал за тем парнем. Тот парень бежал, пятки блестели, а отец за ним сколько мог на машине, он так его и не догнал, потому что тот в овраг куда-то прыгнул и так далее. Но суть в чем? После этого он больше ко мне не прикасался. Вы знаете, что мы все идем к папе с мамой. Мы идем туда, где есть источник тепла, где нас поймут, где нас примут, где нас пожалеют. Я хотел бы сегодня сказать всем нам. Кто-то духовно ушел далеко, кто-то в ранах, кого-то побили, может, дьявол кого-то побил, может быть, бесы кого-то мучают, может быть, кто-то влез в болото и кто-то ушел от отца очень далеко, может быть, кто-то сейчас чувствует себя банкротом духовным. Пустота жуткая, как космическая в сердце, и вы не знаете, что делать, кому идти. Вы звоните одному другу, одной подружке, вы сидите перед интернетом, смотрите фильмы, но вам это не помогает. Душа пустая, душа плачет. Я хочу вам сказать, что у нас другого нету пути, как только вернуться к Отцу, как только вернуться к тому, от кого мы убежали, кому мы причинили боль, от кого мы вернулись и ушли. Это единственное, если в нашем сердце есть это детское состояние, мы пойдем к Папе, мы пойдем к Небесному Отцу. В нас заложен этот Дух, который вопиет Отец, Папа. Взрослые люди, мы, когда болеем, мы говорим «мама», мы говорим «папа». Казалось бы, у своих уже дети есть, у нас есть и внуки, у нас все есть, а у нас связь не прервалась еще. Мы идем к Нему. Вы знаете, я недавно одну сестру задал вопрос, ей 52-53 года. Я говорю, скажи, у тебя мама умерла, папа ушел в вечность, ты чувствуешь себя сиротой? Братья и сестры, она говорит, да, я чувствую себя сиротой. Казалось бы, правда, взрослые мы уже. Это не только детки могут сиротами себя ощущать, мы можем ощущать. У нас есть желание быть где-то, чтобы кто-то нас обнял, кто-то нас принял, кому-то пожалиться, чтобы кто-то поплакал с нами или кто-то наши ранки полечил. И последнее, мы помолимся, что мне нравится в детях, это их искренность. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Братья и сестры, что в детях есть, чего у нас нет, они не могут скрывать свое состояние. Если они улыбаются, улыбаются. Если они плачут, они плачут. Если им грустно, им грустно. Они не могут играть с чувствами. Они искренни. Это я могу улыбаться, внутри плача быть. Это я могу вести двойной, тройной образ жизни. Я могу играть, я могу быть кем угодно, каким угодно актером. Они не могут. У них нет второго чего-то состояния внутри. Они не привыкли ничего скрывать. Вы знаете, нам нужна эта искренность. Искренность в отношении друг с другом. Искренность в отношении с собой. Искренность в отношении с Богом. Потому что это черта детская. Дети имеют это отношение, это состояние. Если Господь говорит, что Он с искренним, искренно поступает, а с лукавым по лукавству, этот закон действует и сегодня, в 21 столетии. Благослови нас, Господь, чтобы мы, задавая себе следующий вопрос, Господи, а что можно взять у детей? Взяли вот эти вещи. Вера словам Господа. Детское отношение к злу. Подражание Богу и Его детям. Желание учиться. Быть послушным. Прибегать к Богу во всякое время. И любить больше Бога, более всего. И быть искренним. Если эти качества есть, то для нас Царство Небесное открыто. И мы можем туда свободно войти. Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь. Мы встанем и помолимся. Дорогие братья и сестры, давайте мы, вставшие, поем вместе гимн Христа «Да возвеличат все». Дорогие братья и сестры, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...